Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Влад и как я говорил в прошлом ролике Сразу хочу сказать, что я пока что не собираюсь быть сильно активным на своем канале И видосы очень часто выпускаться не будут Но в крайнем случае, если мне будет что сказать, я постараюсь это сделать И как вы уже наверное догадались, мне все еще есть что вам сказать Большинство из нас в детстве смотрели разные мультфильмы и любили запоминать реплики многих прикольных персонажей И пробовать пародировать их голоса А также мечтали когда-нибудь стать актерами озвучки, чтобы озвучить кого-либо Я не владею профессиональными навыками в озвучке, но в принципе есть люди, которые принимают мой голос даже таким Им мой голос вполне уголен и они зовут меня на свою озвучку для своих мультфильмов Я озвучил много ролей и я благодарен каждому человеку, который брал меня на свою озвучку Сегодня я предлагаю вспомнить примерно 5 персонажей, которых я очень сильно люблю и чьи роли в озвучке достались именно мне Ну что же, поехали! Пятое место Предлагаю вспомнить что-нибудь малоизвестное, но при этом веселое И пожалуй это будет персонаж из такого замечательного мультфильма как Приключения Бонни И этим персонажем будет Батя Ладно, я не буду тянуть, но я выбираю это Это лучше, чем в магазе Короче, пошли Ах да А где Федя? Сам персонаж довольно-таки заботливый и весьма классный Мне когда-то выпала возможность его озвучить И вот как это было Блин, чуть Бонни не спит Пойду скажу ему, чтобы он ложился спать Бонни, пора спать Завтра у Андрея день рождения будет Ну пап, дай хоть один минут Так, а ну марш быстро спать Споки-ноки, Бонни Вставай, Бонни, быстрее Вставай, нам пора в торговый центр Твою шашлыко Зачем меня так будить? Четвертое место На этом месте у нас совместная пародия таких каналов Как Бонфилмс и Интер Райан Висян И тут скорее даже не один, а несколько персонажей Которым я подарил свою озвучку Это у нас Ёжик, Крош и Пин Из смешной пародии на смешариков Под названием Смешные шарики Кто там едет? Привет, братаны Пойдем на гонки Я не знаю Ну ладно Едем Братаны, вы точно хотите на гонки? Да Я не всегда могу воссоздавать оригинальный голос какого-либо персонажа Однако у меня хоть и чуть-чуть, но все же иногда это может получиться Мне понравилась роль этих трех персонажей И я до сих пор ради прикола могу спародировать их голоса Ёжик, давай пойдем к Пину Он нам сказал, что он изобрел машину для меня Идем к нему Ладно, только не говори, что она очень быстрая Ха, ну ты даешь, Ёжик Идем к Пину Окей Привет, Пин Это опять ты? Слушай, ты надоел меня вечно пугать своими приветствиями Пин, да успокойся Покажи мне машину, которую ты изобрел Ну ладно Вот, смотрите и любуйтесь Красота Спасибо, Пин, за машину Ты самый лучший Хочешь с нами покататься? Окей Третье место Так уж получилось, что большинство моих ролей это пожилые люди Некоторые мои друзья уверены, что я очень классно умею имитировать голос пожилого человека И мой голос идеально может подойти к какому-нибудь старичку И раз уж мы заговорили о пожилой В персонажах, то предлагаю вам вспомнить такого замечательного дедулю, как Дед Гуся из мультфильма Гусь 2007 Ладно, шучу На самом деле мультфильм называется Гусь 1989 Бери ведро и бежим Все, наконец-то дома Че это было? Есть такое дело Люди отрубают гусени И едят их Сам дедуля в мультфильме не ожидал такого резкого появления своего внука Который прибыл к нему из будущего Где-то я такое уже видел Ну а если честно, то сам мультфильм довольно-таки приятный И сам дедуля оказался весьма добрым и тихим Как раз это и помогло мне создать подходящий для него голос Ты что, не видишь? Сегодня же проезжает популярный диджей с новой музыкой. Для нас, даже для страны, это что-то новенькое. Я не ожидал, что он посетит наш посёлок. Так вот почему я в детстве у тебя в посёлке видел много плакатов с этим диджеем. Ну дискотека будет вечером, дискотеки в локаре. Там будет вся молодёжь тусить. Ну и я тоже фанат электронной музыки. Круто. Что сейчас будем делать? Ну мне надо ещё пойти на огород, приготовить еду и уложить детей спать. Ну и если хочешь, пойдём со мной в дискотеку за компанию. Ну что, детки, пора спать. Я хочу телевизор. Какой телевизор? Телевизор вот тоже спит. В 2020 году всё каналы работают круглосуточно. Так, не балуй детей. Пошли уже, а то опоздаем. Хорошо, деда. Мы машиной. Да что там-то машина? Пешком пройдёмся. А вот, гусь, смотри. Наша сельская легендарная дискотека в локаре. Второе место. Пожалуй, с этого персонажа и началось моё частое озвучивание стариков, ибо это, возможно, самый первый дедуля, которого я смог озвучить, и голос которого я помню даже сейчас. Да, вы угадали. Это тот самый дед-свин из мультфильма от Вована Филмса под названием Angry Birds в кино, Вован Филмс Эдишн. Ну и же просто Angry Birds 3. Я родился 75 лет назад, а там мир был иначе, и свиньи были иначе. Вы что-то не похожи на свиней. Вы что-то все на кто? Этого старичка полюбили многие зрители канала Вован Филмс. Я до сих пор помню тот самый день, когда началась премьера этого мультфильма, и то, как все в чате радовались этому мультфильму. И что самое приятное, были довольны и хорошо оценили такого замечательного персонажа, как дед-свин, который помог Чаку и Бомбу, чтобы тех не нашли другие свиньи. Ну и само собой, мой голос помог сделать этого персонажа более живым и веселым. Пускай даже если мой голос не особо похож на голос пожилого человека, все же это куда лучше, если бы этого персонажа озвучила бы говорилка. Да что вы так орете-то на весь двор? Швини все давно спят, а вы мешаете! Простите, сэр, у нас такая новость ужасная, в общем, долгая история. Может, вы зайдете ко мне? Вы временно у меня побудьте, а потом что-то решим. Нас хотели посадить в тюрьму, и нас хотят словить. Да чего же мне сразу-то не сказали? Пошли ко мне в трехэтажную квартиру. А вы на каком этаже живете? Эх, ну чё это, я как старенький, тяжело ходить. А мне приходится на самый высокий этаж подниматься, при чём без лифта? Может вам помочь? Да нет, спасибо. У вас-то сил много, поэтому быстрее идите на третий этаж и ждите меня там. Окей, вы живете здесь? Нет-нет, вот здесь. Фу, как нечисто. В смысле старомодно. Может, пропустите старенького, нет? Ах да, проходите, пожалуйста. Кстати, почему вы нас защищаете? Почему вы за нас? Эх, старость, не радость. Я в детстве тоже много раз нарушал законы. И даже сидел в тюрьме. И знаю, каково это быть впервые в тюрьме. Я особо в жизни не был подарком для всех. И хочу хоть в конце жизни сделать хоть что-то хорошее. Всё ясно. Мы меня, конечно, простите на слове, но вы для нас добрая душа. На, берите, угощайтесь. Да нет, спасибо, мы не голодные. Ладно, пошли ко мне в гостиную. У меня все родственники умерли, а внучата-чертята забросили меня. Вот так и живу. У вас даже волшебная коробка по-старому. Запомни мне, Анук. Это телевизор, а не волшебная коробка. И, наконец-то, первое место. И тот самый старичок, которого я озвучу даже сейчас. Возможно, все из вас ждали этого персонажа. И вот он. Встречайте, Роджер из мультфильма «Райан и Аликс». Дальше. 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 Роджер один из самых моих любимых персонажей из серии мультфильмов «Райан и Аликс». Когда мне только дали озвучивать этого персонажа, меня попросили, чтобы его голос был абсолютно такой же, как и у Деда Свина. Но я не хотел, чтобы голоса этих двух персонажей сильно совпадали. Так что голос Роджера пришлось эмулировать так же, как и у Деда Свина, но не настолько сильно, как это было у самого Деда Свина. И все же таким образом получился еще один узнаваемый голос старичка, которого я озвучиваю во многих современных сериях «Райана и Аликса». Ну все, твари, теперь я ожил, и теперь вам хана! Ох, вот это да! Роджер, мне так тебя не хватало. Спасибо, что спас нас всех тогда. И вам спасибо за то, что смогли услышать мой голос и спасти меня. Спасибо вам огромное! С возвращением, Роджер! Ну что же, ребята, это был мой небольшой подарок на новый 2022 год. Я рад всем, кто меня смотрел и кто смотрит оригинальные мультфильмы с моей озвучкой. И надеюсь, что вам все это понравилось. Как вы знаете, озвучил я очень многих персонажей для очень большого количества каналов. Но в этом видосе я решил подобрать лишь самых известных и самых лучших, по моему мнению, персонажей, которым я подарил свой голос. Ну что же, делитесь видео со своими друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых встреч, ребята!